Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв И сегодня у меня в гостях режиссёр Глава фестиваля Art Dog Fest Виталий Манский. Здравствуйте! Да, привет! Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9 Звоните, задавайте свои вопросы Также пишите в WhatsApp 230 6191 Всё готово к фестиваль? Ну, даже если не готово Об этом никто не узнает Уже, так сказать, 21 числа В Большом зале в Сплендиде начинаем И такой марафон не детский Потому что всё-таки Мы же проводим фестиваль Вместе с Рижским Международным кинофестивалем Залов в Риге Для кино не так много Непонятно, кстати, почему И мы вот делим эти залы И впихиваем большую программу 21 конкурсный фильм И получается По 4 Иной раз и по 5 фильмов в день Зрители-то, они, конечно, 5 фильмов не осилят Они будут выбирать что-то На что будут ходить А вот бедное жюри Им придётся это всё сидеть Смотреть полностью И мы им, наверное, вот я думаю Какое-то молоко за вредность Должны всё-таки выписать Ну, каждый год Есть, как мне кажется Определённая тенденция О чём снимают больше Вот в этом году И прослеживается она Что в топе сегодня? Нет, я бы не сказал Что есть вот какая-то тенденция года Есть какие-то Общие Может быть Какие-то Новые векторы Вот, скажем В этом году Совершенно для меня Неожиданным Откровенно говоря Стал вектор Такое появление Новой волны Белорусской документалистики Вот Белоруссия Вообще Она ведь Была Как говорили Что последний диктатор Европы Там, значит Такие мрачные картины Рисовались Но тут, так сказать Уровень мрачного Сместился И уже Белоруссия И не такая тебе Диктатура И вообще выступает Посредником В каких-то там Международных конфликтах И, видимо Я не скажу Что там какая-то Началась Там Гласность Перестройка И так далее Но, в общем В этом году У нас в конкурсе Такого никогда не было Три белорусские картины Пару картин Не конкурса И вообще Белорусское документальное кино Сейчас становится В топе Белорусский режиссер Который, кстати Приезжает к нам Со своей новой картиной Война и стриптиз Или стриптиз и война Ну, не важно Что там первичное От перестановки Местологами К самому не меняется Как говорят Математики От перестановки Не меняется Он за свою предыдущую картину Получил приз В Амстердаме Это такие канны Документального кино И, кстати Фильмы Я бы тоже не сказал Что это Вот Когда началась Перестройка В Советском Союзе Мы это помним И по Латвии Стали появляться Такие, так сказать Картины Скрывающие Какие-то социальные Политические Закрытые темы Прошлого Белорусское Современное Вот молодое Документальное кино Оно, в общем Рассказывает О более Гуманитарных Гуманистических проблемах Много интересных картин Там О жизни Скорой помощи О каких-то там Значит Просто Интересных людях А у нас в конкурсе Вот Срептиз и война Это Просто очень увлекательная И Зрительски Очень такая Эффектная картина Я думаю Что все Кто на нее придут Получит удовольствие Это Рассказ О Дедушке Значит Точнее Правильно Сказать так Сюжет Картины В Малометражной Минской Квартире Живет Дедушка И его Внук Там Куда делся Их отец Так сказать Сын и отец Непонятно Вот два Этих Поколения Дедушка Такой Консервативный Военный Придерживающийся Вот таких Так сказать Старорежимных Взглядов И Такой человек Неугомонный Очень активный Он ходит Постоянно выступает В школах На каких-то Митингах Он значит Вот Проповедует Вот ту старую Идеологему Старой Ушедшей жизни А его внук Популярный Артист Мужского Стриптиза Так называется Его должность На самом деле Он стриптизер Он выступает Значит Веселит Женщин В ночных клубах И они Встречаются В точке Своих Пересечений Но у одного Это утро У другого Вечер Так сказать Точнее Ну как-то У них там Смещены Эти графики Они встречаются И у них Вот реально На Маленькой кухне Происходит И стриптиз Потому что Они оба Раздеты По пояс В своей квартире Это в общем-то Пускается И настоящая война Потому что Их взгляды На жизнь Неометрально Противоположные Вот Такая Картина Белорусского Режиссера И в общем Скажу честно Раньше В Белоруссии Мы таких фильмов Не ожидали А Украина В этом году Ведь Я как раз Обратил внимание Что практически Нет фильмов О войне И фильм Панорама Это фильм Я сегодня Написал Точнее Прочел Сегодня В фейсбуке Такая Разгорелась Дискуссия Я действительно Сказал Уже не первый раз Что в Украине Сейчас Практически Украинские Документалисты Дистанцируются От войны И вот Некоторые документалисты Стали со мной спорить Некоторые зрители Стали спорить Но по факту Это так Самые яркие Документальные фильмы Украинских документалистов Ну абсолютно точно Не связаны с войной В прошлом году Из трех Победителей Ардукфеста У нас Два Победителя Украинские картины Одна картина Лиман О жизни в Лимане Это там На границе Украины И Молдовы Такая Украинская Венеция Очень Такая Так сказать Ну вообще Поэтическая картина Приз У Алиса Коваленко За фильм Домашние игры А девушки Которая Играет Футбол В этом году У нас В конкурсе Картина Украинская Единственная Украинская Картина В конкурсе Этого года Хотя раньше Было больше Панорама О киномеханике О киномеханике Да Это такая история Киномеханика Всю жизнь Крутившего Фильмы В старом Киевском кинотеатре И вот в фильме Происходит параллельное Умирание И кинотеатра И этой традиции Кинопленочной Когда может быть Кто постарше Помнит Если рвалась пленка В зале топали ногами И кричали Сапожник Вот история Этого киномеханика И история Этой старой Традиции Кинопоказа Оба они Умирают Это очень Такая Интимная Трогательная Картина Ну совсем Не о войне И самые яркие Фильмы Украинские Вот последних Лет Это и Мой папа Мамин брат Вадима Илькова Просто история Ну в общем Все это Не о войне И это Мне кажется Вообще Документальное Кино Конечно Отражает Очень сильно Какие-то Внутри Общественные Настроения Градус Тенденции Вот если в России Так сказать Происходит Но российского Кино не так много В конкурсе Ардокфеста Но тем не менее Там Шесть что ли Картин Мы видим Если Если там Позапрошлом году И прошлом году Мы видели Такой Страх Который в обществе Страх и апатия Который так сказать В обществе Преобладали И люди Как-то Уходили От Постановки На повестку дня Каких-то Ключевых вопросов То сейчас Вот с началом Какого-то Для меня Весьма неожиданного Протестного движения Стали просыпаться И документалисты И фильмы Не то чтобы Такие Уж Слишком Ну так сказать Оппозиционные Но в общем Документалисты Все-таки Стали возвращаться В пространство Постановки На повестку дня Актуальных вопросов Но четыре фильма О провинции Ведь российские Да Через провинцию Вот что интересно Документалисты Не идут в столицу Не ставят В своих картинах Как бы вопросы Столичной жизни Но через отражение В провинциальной Казалось бы Такой удаленной От столиц От этих Политических трендов От всего Жизни Оказывается Более Выпуклой И более Убедительно Просматривается Некий Позволю себе Сказать Абсурд Российской Сегодняшней Действительности Это фильм Акция В частности Да Ну фильм Да Фильм Акция Про поезд С трофеями Сирийской Я кстати Вот буквально Вчера Разговаривал Там с Приятельницей И она меня Спрашивала Ну что там Какие фильмы Я вот говорю Фильм Акция О чем Ну знаешь Вот в России Вот была такая Акция Провезли Через всю страну От Владивостока Там до Калининграда Поезд С трофеями Добытыми В войне В Сирии И вижу Паузу Человек на меня Смотрит Ну Подожди То есть Она вообще Не поверила В сам факт Существования Такой акции То есть Для него Для нее Человека Живущего В Европе И как-то Не очень Так сказать Внимательно Следящего За событиями В России Это кажется Неимоверным Немыслимым Ну каким-то Фантасмагорическим Сама история Вот Такой акции В современном мире Вот чтобы ее Кто-то Реализовывал И тем более С такой Помпой Но для России Сегодняшнее Это вполне Обычное Типичное Явление И вот Документалисты Стали обращать На эти явления Своё внимание И будет фильм Дмитрия Боголюбова Который В течение Года Или полутора Снимал Жизнь Маленького Провинциального Провинциального Городка Я даже Сейчас Не скажу Его название И фильм Называется Уездный город Е Но с отсылкой На классику Русской литературы И вот В этом В этой жизни Уездного города Мы видим Как раз То Что невозможно Увидеть В эфире Российских Федеральных каналов Любители Которых В Латвии Более чем В достатке То есть Людей Которые Мне пытаются Доказать Как на самом деле Живёт Россия Не живя в России И даже Иной раз Не бывая в России Или бывая в России Там Наездами Раз в два года Конечно У меня вызывает Определённое Удивление Но Этим людям Не то чтобы Я хочу переубедить Но я хочу Им предложить Просто может быть Задуматься И посмотреть на Истинную Россию Не такую плохую Ведь это не картины Очерняющие Россию Или ещё Боже упаси Картины О вот этой Тихой Спокойной Реальности Которая Ну совсем Действительно Иная Нежели В программах Соловьёва Киселёва И Федеральных Новостях Это вот Ну совсем Ничего общего Нет Это и хорошо И плохо Но это правда Эту правду Лучше понимать Когда ты Хочешь Как-то Изменить Свою жизнь Если ты в конце концов Идёшь И голосуешь За действующую власть В России Живя в Латвии Ну говорить Правду Во времена Всеобщей лжи Если вспомнить Орла Это экстремизм Сегодня Вот как вы считаете Да конечно Поэтому мы перевели Конкурс Из России Конкурсную программу В Латвию Потому что Даже просто Делиться своими ощущениями И говорить Понимаете Слово правда Она В современном Российском обществе Очень резкое слово Очень такое Плакатное Баррикадное Поэтому я Стараюсь его избегать Это Интимное Доверительное Дружеская Беседа О жизни Вот что Являют у себя Фильмы Которые Делаются Российскими документалистами Потому что Повторюсь Конкурсы Ардокфеста Всех годов И этого года Очень много Большая часть картин Сделанных Не российскими документалистами И Немало фильмов Сделанных Не в России Это фильмы Сделаны и в Польше И в Белоруссии И в Украине И в Чечне Хотя Конечно Чечня Это часть России Но очень условная часть Потому что Это совсем другая культура Совсем другая Принципы жизни И вот фильм Который Кстати сказать Будет показан Только В Риге И не будет показан В России По понятным Так сказать Причинам Это фильм Маши Новикова И Дайнмох Который рассказывает О танцевальном ансамбле Народного танца Где Главная Солистка ансамбля Ну как бы Неофициально Является Младшей женой Рамзана Кадырова И конечно Ничего подобного На территории России Просто по определению Показано быть не может Как кстати Картина украинская Не может быть показана В России Точнее не то что Это требование уже Продюсеров Это да Это Фильм Панорама Украинских продюсеров Которые Изначально Когда мы их приглашали Для участия В Вардуквесте Поставили условие Что только в Риге Без показа в России Хотя фильм Не имеет никакой Политической составляющей Ну абсолютно Абсолютно Это гражданские выборы Их авторов С которым я кстати Ну Не могу сказать Что я стопроцентно Разделяю их Точку зрения То есть В чем-то разделяю В чем-то не разделяю Я сам Как бы отношу себя К неоподелившимся В этом вопросе Мне кажется что Вот так Окончательно рвать Связи Тоже неправильно С другой стороны Показывать фильм Тем самым Вроде бы как Поддерживая Тоже Ну вот не знаю Я их всех убеждаю Уговариваю У нас еще будет Несколько фильмов Вне конкурса Украинских Я лещу себя надеждой Что я смогу Уговорить авторов Показать в России Хотя Уговариваю С некоторым Внутренним Сомнением 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира В нашей студии Звоните нам Также Пишите Ватсап 230-6191 Вопрос от Олега Который Мы получили По Ватсап Сразу хочется спросить Есть ли в программе Фильмы Не про политический режим Ну собственно Об этом мы и говорили Но тем не менее Ну так я все-таки Отвечу Что про политический режим По сути Ни одной картины Это и нет Все картины Хотя Ну как смотреть Ну даже фильм Вот мы На второй день фестиваля Показываем Премьеру фильма Сергея Лозницы Государственные похороны Фильм весь сделан На хронике Хронике Несуществующего Уже государства Хронике Огромном объеме Хроники Прощания С Советской империей С Иосифом Сталином Ну ничего Про режим Нынешний нет Ну режим это люди В первую очередь Но я тут хотел сделать Так сказать Выдержать паузу И сказать Ну конечно Когда смотришь Эту картину Какие-то аллюзии Сегодняшнего дня Возникают Возникают Кстати И вот Будучи уже рижанином Шестой год Я здесь живу Я уже так сказать Вот смотрю Особым взглядом Там есть Эпизоды Связанные с прощанием Со Сталином В Риге И уже так сказать Многое здесь Понимая больше Чем понимал раньше Как-то уже На эти кадры Тоже смотрю Очень так сказать Ну По-другому То есть Преломление происходит Да С определенным Преломлением Которого раньше Не было В этом Как раз Как мне кажется И смысл документального кино Что оно Дает возможность Интерпретации И свой опыт И свои мысли В общем-то Можно как раз Адаптировать К этим картинам Которые мы Кстати документальное кино Еще дает возможность Самому зрителю Так сказать И Расширять горизонты Своего собственного Понимания И представления О пространстве И как-то Определяться В каких-то моментах То есть Я говорю Специально Не о пропагандистском Документальном кино Которое часто Показывают по телевидению Кстати Не только в России А о том Документальном кино Которое мы любим И которое мы Приглашаем На Ордукфест Именно Определяться То есть Самому Находить Ответы На какие-то вопросы И поэтому для нас Настолько принципиально Чтобы каждую картину Представляли авторы И после каждой картины У зрителей Была возможность Обсудить с авторами Свои ощущения И Могу просто Похвастаться тем Что у нас Все 21 автор 21 Конкурсной картины Прилетают В Латвию И будут Дни фестиваля И Во время показов В сплендите И в Касунсе Но в общем Так как все-таки Это не Люди Игрового кино Красные дорожки Шампанское И так далее Они в общем То есть минимум гламура Да Никакого гламура Поэтому с ними можно Общаться и кулуарно И так сказать И в общем Ну что и происходит Всегда в Риге Поэтому я кстати Хотел бы Ну как-то Сказать Тем кто вдруг Вот сейчас Нас слушает Едет куда-то в машине Стоит В Каких-то полупробках Рижских Ребята Друзья Мужчины Женщины Господа Дамы Дамы Ну приходите Это для вас Фестиваль Он на русском На английском На латышском Естественно Языке Все дискуссии С переводом За рамками дискуссии Спокойная Но очень Такая насыщенная Фестивальная жизнь Это не для кого-то Не для марсиан Все это проводится Не для каких-то Инопланетян Это для нас С вами Заходите Мы собственно говоря Вот Вас ждем Мы в вас нуждаемся Мы хотим Услышать Вашу точку зрения Даже если вы Не согласны А может быть У вас есть уже Какое-то Какое-то убеждение Придите Убедитесь в нем Еще раз У нас звонок Как раз Давайте узнаем Вдруг И переубедитесь заодно Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Кристоф Меня зовут Да Кристоф Хотел задать Мастер вопрос Смотрел ли он Наше Латвийское кино В последнее время Которые Создали И какие его Впечатления Да Спасибо вам Кристоф Да Да Конечно А как же Я же Живую работаю В Латвии И дружу С своими коллегами И мы показываем Кстати сказать Латвийские фильмы В России На Ордокфесте Мне Я вообще Очень Ценю Латвийскую школу Документального кино Герц Франк Ну Герц Франк Для меня вообще Икона Документалистики Но Очень много И кстати Есть очень интересные Молодые авторы Я Понятно Что есть такое Среднее уверенное Поколение Латвийских документалистов Но вот Я вижу Что стали появляться Очень интересный Есть автор Молодой парень Который Правда Он не снимает Первую картину Он снял Не в Латвии Он снял Про женщину Которая Ходит на Бродвейские Мюзиклы Всегда Так сказать Выпрашивая Или Так сказать Покупая По такой Совсем Низкой Лишний Билетик На Таймсквер Фильм Фильм Он сейчас Он сейчас Билетик феста делают это по полной программе. Я вот так взял каталог, думаю, может быть, что-то расскажу, а думаю, что, может быть, ничего не буду рассказывать. Просто прийдите на первый же фильм, который у нас будет на открытии. Это фильм «Школа соблазнения». Места, я надеюсь, всем хватит, потому что это в большом зале «Сплендита». 21 числа в 7 часов вечера будет картина Алины Рудницкой, очень яркого российского режиссера, который, кстати, не получает уже многие годы поддержку в России на свои фильмы. И это большая копродукция, это датская картина известного датского продюсера. Это картина о том, картина снималась на протяжении 10 лет. Начинала она сниматься, тогда были в России популярны курсы для женщин, которые женщин в поисках мужчин. Конкретно она снимала на курсы, которые назывались «Школа стерв». И вот в этой школе стерв она нашла трёх героинь, с которыми прожила более чем 10 лет и снимала, как они на практике применяют полученные... Такое масштабное исследование их жизни. Конечно. И это вообще совершенно фантастическая картина, очень яркая, интересная. Посмотрите эту картину, и потом решите, стоит ли вам дальше приходить на «Ардокфест». Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Так сорвался у нас звонок. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. А как вас зовут? Скажите, вы и дальше будете в своей деятельности, в том числе и творческой, антипутинскую линию держать? Или нет? Потому что вы сладкое место нашли, что бы вы ни сняли, плохое, хорошее, все эти фонды вас будут поддерживать. Вот поясните. Хорошо. Вы знаете, я бы с удовольствием не придерживался антипутинской линии ни в жизни, ни в творчестве, ни во всех остальных проявлениях, но тогда, наверное, я бы не уезжал из России. Я считаю, что тот вектор, которым Путин ведёт Россию, губительна для страны. И я считаю, что рано или поздно это поймут все. К сожалению, если поймут все поздно, будет хуже всем. Поэтому, конечно, я не собираюсь все свои фильмы посвящать и никогда, кстати, и не посвящал. Я действительно сделал вот сейчас картину «Свидетели Путина», которая идёт успешно во всём мире, но следующая картина не о Путине. После этого я готовлюсь к фильму, который вообще ничего общего с этим не имеет. Но это не значит, что не снимая фильмы о Путине, я стану за Путина. Нет, я против того, что делает Путин. Я считаю, что он ведёт Россию к катастрофе. И какие-то уже шаги в этом направлении он совершил. И мне это очень больно. А намёки на фонды, у меня все фильмы, их финансирование открыто, можно посмотреть, какие фонды их финансируют. Телеканал «Арте» – это франко-германский культурный телеканал, это чешское телевидение, чешский кинофонд, это латвийский кинофонд. Все гранты в этих кинофондах мы получаем на открытых пичингах, которые также доступны людям посмотреть, даже, по-моему, в интернете. Поэтому, так сказать, вот намёк понимаю, но с ним не соглашаюсь. Никаких, знаете, таких денег масонских лож и каких-то, так сказать, госдепов в США мы не получаем и не просим. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как Вы зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Вот вопрос вашему гостю. Вы знаете, я тоже против того пути, по которому Путин ведёт Россию. Но я бы никогда не стал обсуждать этот вопрос с теми, кто считает участников ВАФ-НСС своими героями, так как Вы. Вы вот залезли в посте... Откуда Вы знаете, что Вы сейчас утверждаете, на основе чего это? Что... Я утверждаю. Я сказал, что я бы никогда не стал обсуждать... Да, Вы сказали, с таким, как Вы. Вот у Вас есть конкретное утверждение по поводу нашего гостя, что он ВАФ-НСС с героями считает? Нет, он считает, что Вы... Он говорит, я не согласен... Я пришёл к Вам обсуждать. Видимо, имеется в виду, что Вы считаете ВАФ-НСС героями. Вообще ВАФ-НСС были осуждены Нюрнбергским трибуналом. А Вы знаете, что сказали государственные деятели, что мы считаем героями? Да, Вы Пабрикс имеете в виду, я понял Вас. Артис Пабрикс, министр обороны, сделал такое заявление, сказал, что легионеры ВАФ-НСС гордость страны и народа. Вот это он действительно сказал. Ну, стыдно, вообще говоря, должно быть министру обороны Латвии, если он это сказал. И что к этому добавить? Но я думаю, что здесь так часто меняются министры обороны, что не все даже запомнят его фамилию. А в России министры обороны не меняются никогда. Ну, так сказать, жизни не хватит, чтобы дождаться, пока сменится президент или министр обороны. В этом есть определённая разница, но никакому министру обороны, никакого цивилизованного государства не стоило бы высказываться таким образом. Вот, если на то пошло. Много звонков у нас в селении раскалены, я бы так сказал. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Александр. Только подсоединился, включил радио, я так понимаю, господин Манский, да? Да. Виналий, здравствуйте. Во-первых, мне ваше творчество нравится, но то, что вы делаете, я считаю правильным. Единственное, если позволите, я всё-таки сделаю ставлю свои пару копеек от нас в Одессе, да? Давайте опять. у вас в социальных сетях у вас очень много людей поддерживающих, которые и у них как бы вот такая терминология, что меня просто честно возмущает. Гореть рашки в огне, в огне, чем больше рашков, там, вот там погибли люди, вы знаете, там погибали. Да, 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 в Одессе. Нет, не в Одессе, не, не, нет, в чём тут делается? Я говорю, они все рассказывают про Россию. Вот, гореть рашки в огне, тем больше, там, вот это, ну, там, там, каком-то торговом центре погибли люди, чем больше путиноидов сдохнет, тем лучше, и они, в общем-то, все в ваших сетях, ваши социальные сети, они, как бы, они ваши сторонники. Я считаю, все-таки, что такие вещи недопустимы, таких людей нужно беспощадно банить, потому что это не, это не приверженность демократии. Да, ваш вопрос, чтобы гость мог ответить. Нет, это был вопрос, я готов на него ответить, да, я с вами абсолютно согласен, но у меня, кстати сказать, вот подобные споры через день дома с женой, она иногда заглядывает в мои сети и говорит, ну, почему ты их не удаляешь, почему ты их не банишь, я принципиально никого не баню, так сказать, потому что мне кажется, что глупость должна быть видна и должна, ну, как бы, проявляться и должна получать какую-то оценку, при том, глупость, она ведь бывает со всех сторон и со стороны тех, кто, казалось бы, является приверженцем, ну, какого-то иного вектора России, это же не значит, что если ты приверженец и нового вектора России, то ты свят, ты образован, ты интеллигентен, ты морален и так далее, и поэтому, вот, повторюсь, я не баню никого, потому что считаю, что все должно быть открыто и подвергаться какому-то общественному обсуждению и осуждению. не обижаются люди, потому что я поссорился с двумя людьми очень серьезно именно по причине того, что я отказался банить своих читателей, у меня там тоже творится черное что, я знаю. Ну, вот, мы же сейчас слышали Александра, который считает, что нужно банить, вот, это разные, разные подходы, хотя вот непосредственно я лично веду Фейсбук, там я таких высказываний не вижу, а у меня есть блоги на Эхо Москвы и там вот меня удивляет, действительно, на Эхо Москвы такие пишут, но, кстати, скажите, по-моему, я даже не могу там их банить, потому что это же блог Эхо Москвы и, по-моему, там банит, должно банить редактор Эхо Москвы, но там ужас, вот, я недавно выложил свой видеоблог с Жанной Немцовой, какой кошмар, какую грязь лили на Немцова и на Жанну, и, но, видимо, у Эхо Москвы тоже позиция не банить, вот, сейчас я думаю, потому что, да, у меня в Фейсбуке таких жестких нет, а Ютуб и Эхо вот там много. А хейтеры нужны, вот как считаете, в них есть необходимость, в этих агрессивных людях, которые, ну, такие ненавистнические комментарии пишут? Ну, я скажу так, что, конечно, общество должно делать все, чтобы их не было, чтобы их было меньше, но, в принципе, к сожалению, так устроена жизнь, что нужны все. Ну, как бы, вот, я не приветствую никакие политические движения, которые базируются на национальном признаке. Ну, иными словами, нацпартии для меня кажется, ну, так сказать, рудиментом таким, очень вредным для общественного развития. но их закрыть, это проявление абсолютного, так сказать, ну, тоталитаризма и антидемократические проявления. Я против волков, которые едят зайчиков, но если вдруг волки перестанут есть зайчиков, зайчики съедят все вокруг, поэтому, так сказать, ну, есть вот некие балансы, и общество вот в этих балансах должно находить свою естественную и какую-то комфортную зону существования. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, слушаем вас. Значит, я насчет Путина и министра обороны даже спорить не буду, смешно. Пабликс у нас уже два срока министра обороны, это в сумме уже почти 10 лет. Да ладно, я не знал, простите, я не слежу. Да, по поводу Путина одно замечание, могу сказать, потом вопрос. Значит, я увольнялся, получал зарплату офицера 130 рублей, сейчас полковник российской армии получает полторы тысячи евро. За одно это только Путина ноги мыть и воду пить. Но речь не об этом. Как вы считаете, во-первых, по поводу русского языка не надо этих питчингов, говорите по-русски, вы русский человек, презентация, реклама, представление, демонстрация, масса слов, не надо козырять вот этой ерундой. А по поводу кинопроката, вот вы считаете, что надо снимать такое кино, как Левиафан, и показывать вот этому тату, а Россия всему миру выворачивать наизнанку, или все-таки кино должно нести доброе, вечное, чистое. Спасибо. 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 Вы знаете, мне кажется, что, прежде всего, слово питчинг является общепринятым в киноиндустрии и не является презентацией. Что касается фильма Левиафан, то это, на мой взгляд, очень честная и очень искренняя боль о том, что происходит в нашей стране. А вот что касается зарплаты в полторы тысячи, военнослужащему, это было бы неплохо, если бы при этом врач получал две тысячи, а учитель четыре. А когда учитель получает двести долларов, а военные полторы тысячи, что-то неправильно в стране, вот явно неправильно. И поэтому, возможно, военные и являются теми, кто моют Путину ноги и пьют эту воду, а все остальные вообще ничего не пьют, потому что не на что купить. Вот, кстати, радиослушатель сказал о том, что, на его взгляд, как я понял, кино должно нести доброе, светлое, вечно. Мне кажется, вот эта позиция такая устоявшаяся, уже восприятие, в том смысле, что ведь многие фильмы, которые сейчас уже признаны гениальными, они в какой-то момент не принимались обществом. Подник снимает, трудно быть молодым, многие просто в шоке, особенно старшее поколение, как вообще, зачем об этом говорить, это шокирует и так далее и тому подобное. Откуда вот это ощущение, что все должно быть таким глянцом? У нас очень сильное в этом году жюри, вот Жанна Немцова, самый молодой член жюри, приезжает Роман Балаян, украинский режиссер армянского происхождения, автор таких фильмов, как «Полеты во сне и наяву». 82-й год, если не ошибаюсь. Да, и как раз Абрам Клёцкин, это наш такой поклон латвийской школе документального кино, как раз автор сценария фильма «Легко ли быть молодым» и если говорить о том, что светлое, теплое, мягкое должно нести искусство, ну, тогда давайте сразу вычеркнем из истории искусств и Брейгеля, и Пикассо с Герникой, и вообще говоря, и, ну, все, что, вообще, вычеркнем с иконостасов загробную жизнь, ад, вычеркнем, потому что его не должно быть в художественном произведении, а икона это также художественное произведение, поэтому это, ну, мягко говоря, спорная дилемма, но другой вопрос, что будет только ад, да, но как раз в картине Левиафана Андрея Звягинцева там нет, там страх ада, там нет ада как такового, там есть вот эта брутальная жизнь, из которой хотят вырваться ее герои и не могут, там попытка преодоления этих тягот жизни, и в попытке преодоления является и смысл жизни, и, конечно, смысл искусства. Ну, ведь и в советском кинематографе очень много было снято фильмов, в которых не показана какая-то такая глянцевая действительность. Иди и смотри, Климову, опять же, или, например, можно вспомнить Тарковского, тот же Сталкер, то есть, это вопрос такого встречи. Ну, правда в том, что, конечно, советское кино, и Тарковский, и Климов были изгоями советского кино, а мейнстрим советский все-таки находился в такой более глянцевой соцреалистической идеологии. Даже тогда прорывалось. Да, но прорывалось, но те документальные картины, которые мы представляем, все-таки я бы хотел говорить о том, что сейчас есть возможность посмотреть. И, кстати, куда я бы вот Александру посоветовал прийти на картину «Уездный город Е», Александру, который сетует, что, значит, вот я использую слово питчинг. Это Константин был. Константин, прошу прощения, Константину прийти на эту картину, посмотреть, и, может быть, после этой картины либо в чем-то переубедиться, либо поспорить. Притом мы, вот я даю честное слово, я первое предоставлю право высказаться Константину, если он придет после фильма, ну, на фильм, и останется на обсуждение с автором, высказаться, высказать свою позицию. Может быть, в зале найдутся люди, которые с этим тоже готовы будут поспорить. Но вот эти дискуссии, они, в конце концов, они, может быть, и нас в чем-то переубедят. Может быть, аргументы Константина, что военный должен получать в пять раз больше учителя, может быть, окажутся убедительными. И я пойму, да, действительно, когда страна в окружении врагов, когда на нее собирается напасть НАТО, когда, так сказать, может быть, действительно нужно на все плюнуть и только военным платить деньги. и силовикам, которые действительно будут дубинками разгонять студентов на улицах, так сказать, ломать им ноги, потому что, ну как, если они не будут это делать, не дай бог же, власть поменяется. Ну, давайте поспорим. Одним словом, мы вот здесь находимся в том месте, где спорить можно открыто, потому что, если вы переедете в ту страну, которая вам нравится, а я так понимаю, живете вы все-таки в Латвии, то вы этот открытый спор просто даже мечтать о нем не будете. Вот это абсолютный факт. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег, слушайте. хотели поговорить о кино, говорим все время о политике, причем о России, да? Вы знаете, вот такая тенденция есть, значит, все демократические силы почему-то концентрируются, значит, в Прибалтике, да? И начинают так подтягивать на Россию, да? Ребята, съездите в наши ЗИУПы, съездите, так сказать, в провинцию Италии, да? И снимите там кино, и покажите там, как живут. Я хотя это знаю. А как наши врачи живут здесь, в Латвии, я тоже знаю, у меня дочь врач. Понимаете? Да, спасибо вам. Я понял ваш комментарий. Кстати, очень правильный, точный комментарий, и я как раз считаю, что в Латвии очень много проблем, которые необходимо решать. Я действительно согласен с автором, что вообще, в принципе, не существует идеальной страны. И та же Италия, да, одно дело там какая-то Милан или Рим, но другое дело там, я не знаю, Бари, промышленный город, и окрестности Бари, которые, ну, тоже, так сказать, не вызывают восторгов. И жизнь сложна везде. Если бы жизнь не была сложна, или вообще, если бы, ну, так сказать, тюрьмы и больницы есть во всех странах и кладбище. Люди живут, болеют, умирают, совершают преступления. Это, к сожалению, факт вот нашей жизни. Просто где-то этого больше, где-то этого меньше. Но я бы просто хотел бы, ну, так сказать, и наивно полагаю, что наша вот жизнь латвийская предполагает диалог без, допустим, слов втявкает. Ну, это было бы приятнее, уважительнее и более конструктивно для, ну, такого, так сказать, продолжения разговора. Потому что не думаю, что мы давали повод вот к таким употреблению таких определений. На ваш взгляд, насколько сегодня время кинематографическое, потому что, ну, мы наблюдаем, опять же, мы говорим о России, в том числе о России, это московские протесты. Вот эта история может стать фильмом? Может стать... Вы знаете, очень... Сейчас стало появляться очень много картин, которые об этом рассказывают. Кстати сказать, сейчас много и в мире, в том числе, снято фильмов о путинском поколении, ведь 2019 год это появилось поколение совершеннолетних людей, которые получили избирательное право, которые рождены при Путине и не знают другой власти. И вот мы в России покажем картину Ирены Лангеман, поколение Миллениум, и мы покажем здесь в Латвии картину Елены Ласкари, где Матриона, как раз о девочке, получающей этот паспорт и это восстановление. Кстати сказать, для Константина эта картина, вот про где Матриона снималась на территории закрытой воинской части в реальной российской глубинке. Приходите, посмотрите, как живут российские военные, получающие полторы тысячи евро в месяц. Ну, просто, так сказать, там об этом не говорится, но сам антураж, он как бы дает представление о прелестях этой жизни на всякий случай, потому что одно дело, вот какая-то цифра, которую вы слышите в телевизоре, а другое дело, вот реальность, которую вы видите неприукрашенная и неакцентируемая, потому что там вообще не об этом идет речь. Там, кстати, даже не говорится, что это территория воинской части, это я случайно узнал от автора, она представляла свою картину, поэтому это совсем, ну, как бы, объективная картина мира. А в остальном эти фильмы как раз и являются поводом для осмысления. Я вот на этом, как бы, именно на этом определении настаиваю, осмысление, которое у каждого может быть особенным, потому что вот фильмы пропагандистские, они не предполагают осмысление, они предполагают только определенную реакцию. Так вот, фильмов, вызывающих определенную реакцию на Ардукфесте нет. И более того, я скажу, что есть зрители, и не только, кстати, там, в Латвии, но в каких-то удаленных концах мира, которые смотрят мою, как один из звонивших определил антипутинскую картину свидетелей Путина, и говорят, а мне нравится в вашей картине Путин, и я только убеждаюсь, что Путин прекрасный вообще лидер, человек и так далее. Поэтому зрительское восприятие должно быть свободным. И даже мой вот так называемый антипутинский фильм, он не антипутинский для тех, кто любит Путина. Но в нем же, насколько я могу судить, опять же, нет такого антипутинского настроения, в нем есть некие хроники, рассуждения, опять же, того же Ельцина. Но, к сожалению, многие используют и оперируют такие стереотипы, такие, так сказать, слоганы. Вот антипутинский, вот, так сказать, там политический фестиваль. Ардукфест, не политический фестиваль, на Ардукфесте политических фильмов либо вообще нет, либо, так сказать, они в явном меньшинстве по отношению к фильмам. Ну, я не знаю, можно ли назвать австрийский фильм «Космические псы», рассказывающий историю двух московских дворнях, собак, дворнях. Большая полнометражная картина, можно ли её назвать политическим, но я ни с какой стороны его политическим не назову. И таких фильмов или эстонский фильм «В ожидании чуда» о женщине-режиссёре, которая снимает рождение собственного ребёнка, и там очень драматическая в дальнейшем история, или там, я не знаю, фильм «Обязательная программа» о семье украинской эмигрантов в Польше, которые там отдают дочку на фигурное катание, или «Дорочка», датская картина о женщине, рассказывающей историю своей жизни, любви и так далее. Где там политика? Ну, то есть, если, конечно, её искать с линзой, высматривать, ну, может быть, найдут в том, что у этой женщины, прожившей, честно проработавшей всю свою жизнь в российской глубинке, дом без отопления. Но это уже не политика, это, так сказать, жизнь, которая... Это ЖКХ? Да, это ЖКХ. Кстати, вот пишет нам Олега, сделайте приложение «Ардокфест» для смарт-ТВ, очень жаль, что эти фильмы чаще всего малодоступны для просмотра после фестиваля. Рекламная пауза. Фестиваль «Ардокфест», единственный фестиваль, который имеет свою интернет-платформу, она доступна всем по адресу www.ardocfest.media. Заходите, там сотни фильмов бесплатно к просмотру, небольшое количество платно, не хотите платить деньги, не смотрите платные фильмы, огромное количество бесплатных фильмов лицензионно выложенных, открыто, легально, никакого пиратства. Смотрите, это фильмы «Ардокфеста». Еще раз повторяю, www.ardoc.media. Welcome. Ну что ж, нам остается пригласить всех на фестиваль, напомните, когда он начинается. Он начинается 21 октября в рамках Рижского международного кинофестиваля. Наше открытие в «Сплендит Пелес» в 7 часов вечера, приходите, будет очень яркая картина, будет очень честная, открытая дискуссия после нее и далее нон-стоп до 26-го включительно октября в Риге в «Сплендит» и в «Касунсе». Ну а на радиоболтком появятся гости фестиваля, на следующей неделе у нас большая программа запланирована. Спасибо. Виталий Манский был гостем, программа «Встретились, поговорили», эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова